Звонки из банка, сделки покупли и продажи на разных сайтах, просьбы о допомозе в садсетках. Все лета у Гомеля киберзлочинство стало на шмат больше. Те-то махляры вышли на новый узровень, те-то люди частей стали поведомлять об этому милицию. Але в любом случае, покой народ доверливый, а шоканцы не спят. Марина Северянова доведилась, какие схемы частей выкористовывают технично адекватные злочинцы и что с этим делать. С початком мы выросли испытаться у Гомельшанцы и троплялись они у сетки виртуальных махляров. Да, в последнее время очень часто. А вот где именно? Где, где, где? На куфоре часто в последнее время. Нет. И никогда из банков не звонили? Никогда не просили? Из банков звонили. А вы что? Ничего, я не повелся. Нет, не пытались. Ну и никогда не писали, никогда не звонили из банков вам? Нет, никогда. По раннейшим активные шоканцы, которые представляются банковскими супрацовниками. Майте на увазе, с гэтых структур по вайбере и ватсапе звонить не будут. Особистые дадены так само не попросить. Кины и так мают всю необходимую информацию. Легенда была, что с моей карточки сняты деньги. И мое ли это в этом участие было? Вот. Я сказала нет. Вот они сказали, надо заблокировать. Сябра, позже грошей на три дня, дайте номер карты для оплаты покупки. Киберзлочинцы – люди не только технично адекватные, а и добрые психологи. И частей из-за всех это не одиночки, а целые злочинные группы. Здравится, что частка ее удельников находится в Беларуси, остатняя за мяжой. Отшукать таких махляров вельми складано, а часом просто немогчимо. Минавида тому, гэта вид злочинства настолько популярны, пока ранее практически отсутничая. До того ж, сами ахвяры редко звертаются в милицию. Але робить гэта не обходна, навод, коли финансового урону отрымалася позбегче. Чым больше информации об таких выпадках, тем простей следшим. Первая – это, прежде всего, доверчивость наших граждан. Вторая причина – это низкая финансовая грамотность нашего населения. Ну и третья причина – это, конечно, все больше и больше у нас используются в стране высокие технологии, интернет-связь, различные интернет-площадки. Соответственно, наши преступники тоже не стоят на месте и владеют и овладевают различными способами своих преступных действий, используя в том числе данные интернет-площадки, либо интернет-ресурсы. Самое парадоксальное, что ахвяры доброохотно отдают свои гроши у руки махлярам. Никто не промышает. Номеры карты и особистые дадены люди поведомляют ошуканцам без ваганев. Между тем, таких выпадков в Гомеле все лета свыше тысячи, значительно больше, чем летать. А кольки еще ахвяр, которые вы решили пережить это без оголоски. Практично во всех злачинных схемах махляры играют на наших почувствиях прагностей, цикавности и страху. Они шукают и находят способы отрымать дадены банковских карток, электронных рахунков, навод наявные гроши. Когда вы думаете, что попались, не откладно блокируйте карты и телефонуйте в милицию. А в общем, махлярство в интернете будет процветать до тех часов, пока люди без оглядки будут доверять іншим. Марина Северьянова, Сергей Камков, Тель-Родо, компания «Гомель».